Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, глава НОСО, самая длинная глава в Торе. Вообще, очень интересны две вещи. Если Тора это как бы сборник мудрости, то безусловно та глава, которая длиннее, там собрано больше мудрости, поэтому очевидно в нашей главе что-то запрятано. Вот много рассказывается о приношениях глав колен. И вот без конца описывается, один принес чашечку-то, тот и второй тоже самое. Повторяется много-много страниц, в то время как о создании мира там полстраницы. Почему? Говорят наши мудрецы, что это очень большой урок. Когда человеку кажется, что он молится, он думает, ну как еще миллиарды таких, как я по земле ходят, какая разница Богу? Нет. Недельная глава вот это НОСО говорит другое, что Богу крайне важен ты лично. Твоя молитва, твоя, как хорошее дело, твои рассуждения, твои мысли, лично твои. Этот мир построен лично для тебя. Да, в нашем понимании это невозможно, но так этот мир устроен. Твоя учит нас великому правилу оказания уважения любому человеку. Вообще мудрецы в трактате Перкея вот говорили, что правильный путь жизни требует сосредоточения на трех вещах. А именно, считаем, все, что ты делаешь, записывается, все твои высказывания слышны, и все твои поступки регистрируются в книге, хочешь ты или не хочешь, в которой записаны все твои деяния. Вот три вещи. Если ты человек знает, что за ним постоянно наблюдает Бог, независимо от того, где находится он, в одиночестве или в обществе, то он выберет более правильные решения во многих случаях жизни. Люди ищут счастье и смысл. Вот две вещи, которые как бы важны для человека. Счастье ассоциируется с чем? С получением, а смысл с отдачей. Люди, которые страдают от стрессов, беспокоясь, тревоги, они, конечно же, несчастливы, но вполне могут жить жизнью со смыслом. Даже животные испытывают удовлетворение, когда их желания удовлетворены. Но смысл – это только человек. Речь идет не о том, что с нами происходит, вот именно как мы трактуем все происходящее. Счастье может существовать без смысла, а смысл может существовать без счастья, даже минуты отчаяния и боли. Мы уже рассказывали, был такой Франкл, знаменитый, один из самых знаменитых психологов, прошедших концлагеря. И вот он ставил следующий вопрос. Виктор Франк, в те годы жизни, когда он провел в Освенциме, он сам выжил и помог выжить очень многим другим. И вот он формулировал идею, что должна быть цель, что должны быть поиски смысла, что-то должно быть в жизни заложено. Он написал эту книгу, кстати, она разошлась тиражом, 10 миллионов экземпляров. И вот он знал, что в лагерях те, кто терял волю к жизни, уже практически был мертв. Он рассказывал историю, как одна женщина выжила только потому, что ее где-то в другой стране ждал ребенок. Другой человек был, он написал две книги, томов две книги о путешествиях, и третью не дописал, это у него была цель. Франкл всегда говорил, что путь к обретению смысла заключается в том, даже не в том, чтобы задавать вопросы, чего мы хотим от жизни. Правильный вопрос заключается в том, чего жизнь хочет от нас. Он утверждал, что каждый из нас уникален. То, что мы начали говорить в начале главы. Что в своих способностях, в талантах, в навыках, в обстоятельствах жизни, каждый человек абсолютно мир. Таким образом, выходит, что каждый из нас, это есть у каждого задачи, которую выполнить может только мы. Это не значит, что мы лучше других. Но если мы уверены, что мы здесь не просто так, то мы должны понять, что и наша миссия абсолютно уникальна. Франкл говорил, что жизнь – это задача. Религиозный человек отличается от нерелигиозного только тем, что воспринимает свое существование не просто как любого животного, а как миссию. Религиозный человек осознает, что его привел в мир некий высший источник. И на протяжении тысячелетий этот источник назывался Богом. Во всех возникающих с нами проблемах. Надо искать смысл, потому что небеса просто так не ставят перед нами какое-то испытание. Это либо нас испытывают, чтобы проверить прочность, либо расчет за содеянное. Знаете, к Арабе Шму или Мардыхаю из Нехи же пришел еврей в расстроенных чувствах. Ребе, у меня такие проблемы, такие проблемы, никак не могу их решить. В твоих словах я вижу явное противоречие, ответил Ребе, не отрываясь от книги. Не понимаю, сказал человек. Все просто, сказал Ребе. Всевышний создал каждого из нас и знает, что нам по силам. Если это твои проблемы, ты их обязательно сможешь решить. Если они тебе не по силам, стало быть, это вообще не твои проблемы. Надо помнить, что мы рождаемся с закрытыми глазами и покидаем мир с закрытыми глазами. Не видя, не зная, откуда пришли и куда уходим. Остается только верить. Вот по вере нужно укрепиться. Это действительно важно. Брахава Ацлаха. Всего самого-самого лучшего. Хорошей главы, хорошей недели. Субтитры создавал DimaTorzok